Второй день Большого Шлема Баку 2023 У нас на обзоре весовая категория до 73 кг, где чемпионом стал ожидаемо Гейдаров Хедаят 26-летний дзюдоист является первым номером мирового рейтинга дзюдо в весовой категории до 73 кг И конечно же на домашнем Гранд Слэме в Баку этот дзюдоист был явным фаворитом на медаль Потому что Гейдаров очень силен, его выступления на официальных стартах на чемпионатах Европы, на чемпионатах мира это доказывают Не один раз он ступал на пьедестал чемпионата мира, является чемпионом Европы еще Дзюдоист очень сильный и конечно же на домашнем турнире он не мог не победить На ваших экранах второй раунд, в котором он боролся против дзюдоиста из Казахстана И одержал победу по шидо тактически, либо превзошел активность, называйте это катитель Как итог 3 шидо получил дзюдоист из Казахстана и Гейдаров отправляется бороться в третий раунд против Эрика Хама, представляющего Великобританию В синем кимоно оппонент Гейдарова, хидаят в кимоно белом Друзья, я вам хочу напомнить, что обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Дзюдоарт, там мы обсуждаем и смотрим все турниры IGF и не только в режиме реального времени Обязательно переходите по ссылке в описании, подписывайтесь Ну как видите, борьба довольно неплохая, неплохую борьбу демонстрирует Эрик Хам Неплохо он огрызается, это если мягко говорить Ну а Гейдаров целил постоянным броском через спину Его сильные стороны это бросок через спину и Ката Гурума, мельница Здесь была попытка Коучи, еще Абитторий Гаечи мог провести Дзюдоист из Великобритании Был к этому близок достаточно, но Гейдаров не упал И вот здесь попытка провести бросок с упором тоже не увенчалась успехом И вот он момент Х, который станет решающим в данной встрече Заходит на Ката Гуруму и зарабатывает ипон Гейдаров Получилось достаточно необычно, красиво и главное результативно Не самая легкая встреча для Гейдарова Ну и проход в четвертьфинальную стадию Большого шлема Баку-2023 Где он боролся против Александру Райцу из Румынии Тоже достаточно непростой оппонент Румын очень силен, техничен Редко мы видим его на пьедесталах, но Дзюдоист всегда составляет очень хорошую оппозицию своим соперникам В этом эпизоде Гейдаров снова целил своей Катагурумой Пытался бросить своего оппонента любимым приемом Еще одна попытка провести Катагурума от Гейдарова Борьба в партере Здесь тоже пытается перевести Хидаят своего оппонента Сначала отжимал голову, пытался забрать руку, чтобы выдернуть на болевой И практически это получилось Но когда понял, что захват очень силен у Румына Перевел он это движение в выдержание И на последних секундах встречи заработал Вазари И уже лежа на тотаме, когда у него была Вазари Вырвался Румын, но времени не было, чтобы отыграться И ушел с этого удержания, но время истекло И с преимуществом Вазари победил Гейдаров Своего оппонента из Румынии Вышел в полуфинал против Ахадова Шахрама Который представляет профессиональный клуб Жаныс Тоже обязательно подписывайтесь на инстаграм данного клуба Следите за его развитием, новосозданная организация В которой много титулованных, именитых, а также перспективных дзюдоистов Не только Казахстана, но и Таджикистана и Узбекистана В данную встречу Гейдаров победил путем дисквалификации соперника Три шедо получил Ахадов И я думаю тут все было честно Потому что больше атак подряд имел Гейдаров И навесил третье шедо Он своему оппоненту Конечно же домашнее судейство никто не отменял Но хочется заметить, что на данном турнире в Баку не так уж все плохо с судейством В финал выходит Гейдаров и обеспечивает еще одну медаль Сборная Азербайджана с домашнего турнира Grand Slam А в финале оппозицию Гейдарову составлял Петру Пелеван из Молдовы И это очень хороший результат для молдаванина Обеспеченная медаль Я думаю он может этим гордиться и должен быть рад Ну и конечно же тяжело против хозяина турнира бороться в финале Потому что вы сами можете слышать и видеть как трибуны поддерживают Тем более Хидояд настоящий любимчик местной публики Но вот в этом эпизоде забирает свой захват Хидояд прыгает и броском через спину с колен зарабатывает ипон И выигрывает золотую медаль в категории до 73 кг Я вас с этим поздравляю Пишите в комментариях свое мнение Обязательно ставьте лайки И всем до новых встреч